итак с с ногами номер два это икроножные мышцы в первом сети мы прошли первую зону ягодичную вторую зону сейчас третья зона да чуть отступили отсюда вот назад полушага такие да и сделали ножницы как вот по сукожилием который крепится мышцы икроножные идут выше коленки бедренной ниже коленку их как будто захватываем до начала один палец сверху раздираем быстро-быстро два пальца сверху потом три пальца сверху потом четыре пальца сверху уходим еще ниже и теперь растираем всю икру делим ее пополам да вот таки восьмеркообразное движение движение с большими пальцами штормы до снизу вверх и теперь подхватываем под голень и идем мягко по стопе до пальчиков водами вторая рука вот эти сюда подхватывают чередуются мягко протяжно движение такое достаточно приятная с элементами эротизма особенно семейного пальчиком привести приятно тебе вот и внутреннюю руку оставляем на сгибе внутреннюю руку а это рукой захватываем вот ахиллу сухожилия да и вот махил сухожилия растираем вместе с нижней рукой вот туда-сюда стопа шок шуток растянулась взялась расстянулась жалостях и восхожили снилось лежалось стопа лишь ходит сюда теперь спасили за пятку и в цену речь и восхожили сильно может на себя это рукой сделали вот ролик такой да и прищепили его щепили до 7 пятку работаем работаем разминаем его дали рука переходят в кулак продавливаем медленно все мышцы на на сгибе коленки поменьше давления а дальше опять можно усилить давление уперлись в седачную кость здесь есть . вот эти дальше в кости чуть в бок где идет все дальше неруда вот сюда вот эту точку упираемся а вторая рука догоняет эту руку обхватывает за голень с той стороны и локтем упираются захвата было захватить потягивала туда вы сюда вас вибрации точнее покажу куда мы схватились вот если с этой стороны посмотришь то мы схватили он все видно не будет вот выступ берцовой кости до закончился ямка такая есть вот тут в тибете будет из 34 точки долголетия вот их мы поминаем схватили за где дополнительно поминаем их как получится тремя пальцами можно получится четырьмя четырьмя пальцами захват если стянули пятку до дополнительно сибрации растянули и против не говорю особенно девушкам что увеличила во многие 20 лет он будет длиннее далее пятку доворачиваем нас таким образом разворачивается бедренной кости вот видите она подворачивается как бы вот так вот локтем на карту да только смотрите не острием локтяга мягко-мягко как раз и вокруг бедренной кости а теперь не меняя рука сейчас по очереди немножко делать потому что я кладу сюда это рука держит эту ногу и подхватывать бедро а нам открылся большой сухожилий тракт бедра до вот моего локтем проходим снизу вверх стираем далее вот бедра кости идет по ней жестко будет ее пропускаем локтевыми техниками переходим дальше на мякоть ноги вот подаем бедро и мякоти идем вверх вот так раз разминая теперь уперлись в центр ягодицы эту голен подняли да сейчас мы будем работать хитрым таким способом с этой стороны напрягается вот на растяжку идет вот так грушевидно мышцы мы ее поперек попить перпендикулярно проминаем локтем в эту сторону нагибаем среднегодичная мышца напрягается мы в обратную сторону локтем наш локоть сходит до сюда утром по часам да и очень логично понять куда поворачив ногу вот как будто вот ее одной рукой схватили до туда сюда вот сюда 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 если жестко да то прям берем уперлись вот в малую в среднем среднюю грудную ягодичную мышцу да и вот это вот так вот к пятке вот туда стопу заворачиваем заворачиваем стопах вот у нас подковообразно до туда теперь чувство напряжением здесь до ушли на мышцы в обратную сторону и вот так на натяжении и проминаем еще глубже так теперь бедренную мышцу тут находятся акупунктурные и триггерные точки в том числе вот отсюда и туда мы прорабатываем таким способом пациентам уперлись острием локтя и ногу опускаем поднимаем следующую точку поднимаем несколько раз так следующая точка следующая точка следующая точка дошли до сюда и теперь у нас открылась мало герцовая вот эти большие мышцы да мы их кулачками прорабатываем опять видите снизу-вверх лимфа идет вот так вот да именно по этой поэтому направлению мы делимся выглаживание фасций главное нам не попасть на вот эту кость костями по косточке больно и на эту кольду между ними можно вот так вот этим косточками можно вот этими косточками прямо между ними там было видно мышц там дает продавлю как будто мы хотим между мышцами попасть терпим на тебя большой по верху нам дарит больше позитивной ноги разворачиваем ногу и переходим и ну и вот мы сами оказались то здесь видите стояли уже возле своей следующей рабочей зоны . дантянь по центру так ну тебе надо повторить сначала с той стороны остановлю паузы я начинаю с хожу ли обрабатываем по визуально на гулине до сначала внутреннюю часть в общем все повторяется то же самое что и на бедре да теперь скручиваем как капилку да только плотом хоть все ткани конечности очень любит когда их скручивают это плотно плотно во все стороны и идем вверх теперь стали вот так вот и то же самое вот лапу ляпады раздвинули мышцы соединить верху раздвинули соединили раздвинули соединить захватили и соединили и идем теперь то же самое до конца теперь как бы отрываем мясо от кости только ногу не совсем поднимаем развернули из вибрации вперед обходим дальше теперь вот такую пускаем изменит по всей ноге получше сделать перекидывая однако у меня другую до русского перекидываем мясо из руки в руку больше больше без бога так перекидывалась теперь берем лапу ляпады и быстро же стираю снизу вверх мы все три зоны хаотично сбоку сверху снизу по всякому теперь возьмем внимание на лимфу она течет везде достаточно глубоко поэтому кроме лимфа есть везде практически куда читать под поверхностью на самом деле все ткани пронизывают кроме суставов только в суставах или нет поэтому глубоко внедряемся пальчиками и вот хаотично вот так вот стараемся и все мышцы как бы раздвинуть будто пройти между волокон помещением что будто в дерево растет и вот она пускают ветви все стороны глубоко не быстрое движение это такое медленно и опять сегодня все похоже на следующий прием три трубы гудвина или фактически трубы гудвина первая труба мы берем за счет сил рук сжимаем плотно плотно ну как обычно делают лимфатический массаж я вам покажу имитируя сократительную деятельность мышц да то есть выражались мышцы да вот так обычно ну это я не знаю это так на самом деле инвалидом только на 1 стоит делать мы делаем посильнее посерьезней сжали прям спрессовали руки да и она пошла вперед вторая пошла вперед вот один обгоняет друг друга и прям распущивать и мышцы медленно еще до конца людям бывает больно ничего стоит потерпеть очень полезная процедура я вам скажу что в антисулитом массаже практически все то же самое применяется да те же вот эти прогоны лимфы но если что больше добавляется вот всяких таких пощипывания до больше на одном месте вот вот скручиваем чтобы разбить эти жиры прямо по одному месту там да все больше таких моментов ну и плюс всякие там пощипывания такие это отдельно как бы такой битин кожи массажей как вот цель согреть конкретно участок да и разбить всю клетчатку подкожную сейчас на сухой цели не туда продолжаем лимфатическая труба гудвина номер два поставить так пальца чтобы у нас было по 5 пальцев с каждой стороны да и двигаться будем снизу вверх сжимая сначала верхний нижний пальцем средний по верхней почте зажимаем паук заползает наверх хватили сюда и такая мощная выжимка снизу вверх не не разминаем а вот снизу наверх не выжимаем как бы выжили вверх и так потихонечку ползем зима 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 это массаж это именно выжим к вот а человек лежит и постарает как будто бы его ногу поглощает гигантский удар и лимфатическая таба гудвина номер три это значит делаем кольцо из пальца до которому же меня диаметр и представляем что это у кого консервы отверстия консервной банки да иначе да надо пропустить чуть больше диаметром чем позволяет мандарин лимон потом апельсин грифрут побольше да потом помыла и так далее вот мы берем захватываем плотно мандарин прошел он прошел апельсин прошел тогда сюда и грейпфрут пошел вот супа шутовый потек и помыла в заключение гигантская от ее продавили но я цитрус его назвал потому что целлюлит как учитается похож на апельсинную корку да поэтому применим образ цитрусовый можно что угодно хоть дынь хоть арбуза их хоть айву так теперь поднимаем голень и начинаем от костей кость берцовая разве развеем чуть внутрь да поэтому отсюда мы сверху вниз отделяем мясо от костей и опять идем от пятки к центру не к себе отсюда а отказе туда туда к нему в ту сторону теперь сюда туда 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 вот теперь везде важные нюансы теперь берем плотно схватили руки до сжали предплечье и раздавляем растущую все мышцы так видимо вниз и вперед вот теперь прием называется прищепка большой палец против остальных пальцев до основной вместе к нашим слабее большого на кого берцовую кость так вот прищепляем и отодвигая мышцы вниз сверху не включается подбираем раз поддавали елочку рисунку прижимаем делая мышцы от костей и дальше мы щиколотку так вот любовно пальчиками но жестко-то жестко обходим восьмерочки и разрезая мышцы до между ними вот стараемся проникнуть пальцами стоит другой стороны и спускаемся вниз отделяем друг от друга до малоберцовую мышцам было видно мышцы кроножная мышцы как вы пытаемся их разделить за втором вот а дальше мы перейдем к верхней поверхности да это будет номер три уже до для ног сейчас мы все доставим и продолжим отрабатывать все на живой натуре с вами был уловить момент олег алаф губин пока пока